Представители Казанского университета успешно защитили заявку вуза на участие в программе «Приоритет 2030». Начиная с текущего года, не менее 100 вузов в субъектах федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков. В лицее имени Лобачевского прошел концерт в честь Дня учителя, как отметили праздник в образовательном учреждении. Учитель профессии творческая. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Вадим Выборнов. Делегация Казанского федерального университета принимает участие во всемирной универсальной выставке «Экспо-2020» в городе Дубай. Данная выставка проходит всего один раз в три года, но уже на протяжении 170 лет. Представители КФУ презентовали доклады в сфере нефтехимии, а также рассказали об истории, достижениях и международных проектах университета. 13 мая 2021 года вышло постановление правительства Российской Федерации о программе «Приоритет-2030». После проведения отбора университетов 27 сентября объявили список университетов, ставших участниками программы. Всего в список вошли 106 вузов России, которые уже получили базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Казанский федеральный университет в их числе. 21 апреля 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Начиная с текущего года, не менее 100 вузов в субъектах Федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы. 19 сентября представители Казанского университета успешно защитили заявку вуза на участие в программе «Приоритет 2030» перед комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В ходе презентации ректор КФУ Ильшат Гафуров пояснил, что вуз ставит перед собой цель – содействовать с трансформацией региона, повышению его глобальной конкурентоспособности посредством генерации системообразующих проектов новой экономики. По итогам очередного этапа защиты КФУ вошел в группу номер один по треку «Территориальное исследовательское лидерство» и получит специальную часть гранта в размере 994 миллионов рублей. Проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сфюлин рассказал о том, как университету удалось получить грант. С одной стороны, это не только новая программа, но и та оценка и с одной стороны нашим учредителям, министерствам, но и с другой стороны всем научным предпринимательским сообществом страны того, как мы работали последующие 10 лет. Потому что в основе анализа потенциала и управленческого в том числе лежал глубокий структурный анализ успехов, проблем, вызовов, вузов, чего они достигли за последние 10 лет. По словам проректора, нынешняя программа «Приоритет-2030» особенная. В ней значительно расширено количество участников. Если раньше участниками программы были 28 вузов, то в этот раз в ней приняли участие порядка 300 организаций высшего образования. Новации 2021 года – это отсутствие ограничений по ведомственной принадлежности к Миноборнауке Российской Федерации и форме собственности. Также было разделение на два трека – исследовательское лидерство и территориальное и отраслевое лидерство. Территориальное – это не означает, что мы отказываемся от международных и глобальных амбиций. То есть основная задача, с чем выступал наш ректор, в том, чтобы университет стал драйвером развития территориальной экономики. То есть чтобы мы объединили наши усилия для создания новой диверсифицированной, отвечающей вызовам индустрии 4.0 экономики Татарстана. Марат Софиолин подчеркнул также значимость гранта для вуза. Это дает большую свободу для того, чтобы заложить основу трансформаций и вот по пяти новым приоритетам и произвести серьезное институциональное преобразование в образовании, в науке, в инновациях, в интернационализации. Более того, мы заложили даже инициативы, все что касается воспитательной работы студентов, в трансформации и повышении эффективности управления. Отметим, помимо базового и специального гранта, 40% средств от общей суммы гранта выделит правительство Республики Татарстан. Это означает, что совокупный потенциал бюджета развития Казанского университета на 2021-2022 годы вырастет более чем на полтора миллиарда рублей благодаря программе «Приоритет 2030». В честь международного праздника Дня Учителя в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялась церемония чествования лучших педагогов Татарстана. Наградами были удостоены преподаватели Казанского федерального университета и учитель лицея КФУ. 6 октября в императорском зале главного здания Казанского федерального университета продолжилась церемония вручения дипломов об окончании аспирантуры выпускникам 2021 года. Продолжение следует... Казанского федерального университета На церемонии было не так много аспирантов, но все они отметили, что очень рады. В ближайшем будущем часть аспирантов непременно пополнит ряды научных сотрудников Казанского федерального университета. Надежда Мещерякова, Фарид Захитоглы, Универньюз. В лицее имени Лобачевского прошел концерт в честь Дня Учителя. Как отметили праздник в образовательном учреждении, узнаете в следующем сюжете. День Учителя День Учителя – это праздник, который по важности для педагогов может сравниться с Новым годом. Именно так описывает праздник директор лицея имени Лобачевского. В его стенах ежегодно отмечают День Учителя. В нашем лицее есть традиции. Все открытые мероприятия, все внеурочные мероприятия мы проводим по следам. И этому строго следуем. День Учителя не является исключением. Поэтому сегодня учителей с утра поздравляют их дорогие воспитанники, ученики. Приготовили ребятам много разных сюрпризов. Ко Дню Учителя лицеисты подготовили праздничный концерт. Помимо этого в образовательном учреждении открылась фотовыставка «Мир кристаллов», которую учащийся 11-го класса Булат Гайнудинов посвятил своей учительнице химии. Праздничный концерт в лицее отличился многообразием номеров. На сцене выступили ансамбли с танцевальными номерами, песнями и даже лирикой собственного сочинения. Наш праздничный концерт посвящен Дню Учителя. Это традиционное мероприятие, которое мы проводим всем лицее. Процесс подготовки начался задолго до Дня Учителя, примерно две недели. За две недели мы начали подготовку непосредственно к самому концерту. Идею сценария подготовили обучающиеся нашего лицея из состава совета обучающихся нашего лицея. Несмотря на новости о введении новых антиковидных ограничений на проведение массовых мероприятий, праздник День Учителя прошел в штатном режиме, в актовом зале лицея. Массовым это мероприятие назвать нельзя. Зал, в котором будет проходить праздник, он рассчитан на 150 человек. В нашем коллективе работает 42 учителя. То есть все займут свои места, как подобает рекомендованным требованиям, санитарно-эпидемиологическими правилами. Ну, а ребят тоже будет не так много, будут только артисты, они будут заходить, выходить. День Учителя – это прежде всего праздник о том, как учитель передает собственный опыт ученику. Праздничный концерт лицеисты проводят, чтобы отдать дань уважения своим наставникам. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии был Вадим Выборнов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова